Ну, это будет больше, чем ВВП стран Балтика. Да, хорошо вам тут в Лондоне. У вас есть любимые бордовые брюки, я вот привезла им такого товарища. Так, малолёк, давай, поехали! По размаху скучаешь? Недависимо с директорами и оценкой рисков идите в шоу. Текст читает, текст читает автор Игорь Рыбаков. А мы пишем, что ли, уже? Вот такой неприметный вход. Скажи, Кать, мы его даже пропустили. Да? Как будто вход в амбар. Да. А на самом деле здесь машинебельный ресторан. Вот такое заведение. Жене отгрохал. Только в кухню вложил полтора миллиона фунтов. Как ему принесли его инженеры и повара. Говорит, нам надо миллион четыреста шестьдесят фунтов. Он говорит, подписывай. Говорит, если бы я сэкономил соточку, потом бы, когда посетители были бы недовольны, что бы я, говорит, делал? Поэтому подписывай. Итак, мы приехали в гости к легенде российского ритейла. Женя Чичваркин. И сейчас Женя проводит нам экскурсию по новому ресторану. Как называется? Хайп. Хайп. Классные такие интерьеры. Скажи, сколько месяцев у тебя заняло в Гордании вот этого замечательного места? В месяцах это будет пятьдесят три. Пятьдесят три месяца. Представляете, ребята, чтобы сделать что-то дельное и значимое, и важное. Нужно не бояться переделать, когда понял, что получилось не идеально. И это занимает только разворачивание пятьдесят месяцев, да? А чтобы выйти на плановые мощности и так далее, экскурсия занимает еще какую-то дельное. На плановую мощность? Сколько мощность? Еще тридцать шесть. Еще тридцать шесть. Ну, поменьше, наверное, к концу двадцать пять. В принципе, для того, чтобы выйти на... К концу двадцать шесть. А раскачивать на бизнес занимает достаточно. Поэтому усердный труд инвестирования все равно в основе. Вот этого быстрого из грязи в кивязи, ну, на самом деле, нет. Оно бывает, когда падает мировая какая-то дельная. Но там половину придавливает, а половина достаточно тяжелая. Поэтому мы обычно тренируемся в поле тех, кто управляет происходящим, а не ждет, пока на него свалится. Следующее отключение будет уже в магазине, где стоит только шесть тысяч и семьсот видов вина. И три тысячи... Жалко, 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 что я вино теперь не пью, а то бы мы сейчас разговаривались как следует. Ну что, по вино? Пошли в винный. На улице, не следующее, а через одно, там находятся пять азиатских ресторанов. Вот они находятся, они разные, пять подряд. То есть, Новиков Азиатская, там часть, Нобу, Сексикыш, Факшинолан, Хакасан, Уму. А в неделю, они где-то в неделю, они делают где-то миллион вест. Ну все, полный счет. Ну то есть, люди на этой улице неделю оставляют миллион вест. Понятно. Здесь просто нет этих ярких вывесок, здесь нет каких-то там пафосных, пафосных, каких-то супер пафосных вещей. Здесь очень мало вычуранностей, нет больших входов, больших дверей. И кажется, что все убогое. Вот. Все внутри где-то там в пятом. Да, если так разобраться и посчитать, концентрация денег, я не знаю, где она еще в мире, такая, как в нашей деревне. Ну, например, в 2006 году, когда мне, мы размещали какие-то специальные ноуты, какие-то ноуты, мы хотели взять в Европе, где-то дешевле в долг, денег на развитие, мы в основном здесь вокруг Баркерской и ошибались. Если взять все компании, совокупность активов всех компаний, расположенные вот на Баркерской, но это будет больше, чем ВВП стран Балтики. Вот, например, Сафа с Рацией. Сколько? Многомиллиард. Тихий спак, тихий спак. Пожалуйста, в этом здании управляетесь... Ну, это совсем серьезно. Паляется капитал, но... Они меньше десятки вообще не берут людей. Клиентов меньше, чем 10 миллионов. Просто не просто... То есть минимальный клиент 10 миллионов фунтов или там евро. Привозит, тут становится клиентом. Такие вот парки. Вот это, кстати, клуб Анабеллз. Он... Сколько здесь? 2 рубля тысячи квадратных метров. Я думаю, что... Они в общей сложности вложили в переделку. Больше 20 миллионов тоже. Вообще, только открылись. Магазин по продаже Бентли. Это самый большой по реальным продажам Бентли. У них самая высокая средняя цена в мире. И это самое большое количество продаж Бентли вообще в мире. Так, да. Ну, то есть, кто-то бонус получил и сразу в салон отдавал. Да, и здесь их люди просто меняют. Как перчатки там 10-15 тысяч проехал, вышли следующую модель. Они тут за полцину ждали, мне следующую взяли. Да, хорошо вам тут в Лондоне. Да, это правда. Ну, Лень, все-таки звезда Мишелена. Есть мечта или так идет? Нет, мечта, мечта это хорошо обслуженные покупатели. Все звезды посыпятся в карманы, на погоны, как следствие. Ну, вообще, так сказать, по размаху скучаешь? Именно по размаху. Я как раз пытался сейчас подвести к тому, что это может быть достаточно серьезно концентрировано в одном месте. Это не обязательно должно быть разбито на огромную территорию. Да, безусловно, скучаю, но здесь есть чем компенсировать. Сейчас к нам придут ребята из Дэнди Бокс, наконец-то. Я заказал луки, чтобы не ходить по магазинам. И вот они пришли. О, привет, 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 привет. Здрасте. Здрасте, здрасте. Это Виктория, ваша Виктория. Мы принесли одежду. Что принесли на этот раз? Принесли все на... Я так люблю распаковывать эти коробки. На весну и лето, чтобы вам не пришлось об этом голову ломать. Ну, пока раскладываешь, Ирина, расскажи, что это за... Что это за марки? Как предложение Дэнди Бокс формулируется наичь? Оно формулируется, что мода должна быть комфортной. Нет тирании моды. Она должна быть удобной, комфортной. Вы не должны ломать голову, что вам каждый день одеть. Сейчас мы составим комплекта того, что вам подойдет. Примерим это все, сфотографируем. И вы каждый день будете с утра знать, на какую ситуацию, как вы одеваетесь. Все. Я знаю, что у вас есть любимые бордовые брюки. Я вот привезла им такого товарища, который продолжит их дело. Друзья мои, наконец-то Ирина приехала. Вот видите, все это многообразие образов и луков. Мы сейчас будем смотреть. И вообще, что такое Дэнди Бокс? Когда я первый раз увидел идею этого проекта, я вдруг подумал, так это же про меня. Ну, страшно не люблю ходить по магазинам. Вот страшно. Это просто невообразимое для меня мучение ходить и что-то убирать. Поэтому я всегда мечтал, чтобы магазины приезжали ко мне. Причем при этом они сами знали, что привезти. Мы считаем, что человек должен чувствовать себя комфортно. Если ему не нравится ходить в магазины, пусть он не ходит. Пусть магазины сами к нему приедут в тех размерах, которые вам подходят. А как вам магазины дают здесь одежду и как-то у них под залог ее что-ли берут? Мы как предприниматели договорились с ними. Да, нашли варианты сотрудничества. Где-то мы выкупаем, но это очень маленький процент. А если мы берем, значит, можем как-то мерить, как-то мы можем испортить по дороге какие-то вещи там или это? Как регулируется тогда? Ну, мы это сделаем адекватно. У нас все взрослые люди, у нас такого обычно не происходит. Либо мы уже с ними решаем эти вопросы по ситуации. То есть это уже... А были такие случаи? Да. Что-то портилось там? Нет, скорее были случаи, когда магазин не принял это обратно. Но мы нашли другого клиента, да. Что это было? Испортили вещи? Нет, вещь была абсолютно адекватная, но некоторые русские бизнесмены не очень честно ведут свой бизнес. Но мы с ним больше не сотрудничаем. Так, Ирина, значит, у меня очень важный вопрос. Как стилисты работают с клиентами, с заказчиками? Иногда это занимает несколько примерок, но мы сначала проводим первую онлайн-консультацию, либо личную встречу, если это возможно. Снимаем мерки и далее мы уже подбираем несколько размеров. И всегда смотрим, какие марки он уже носит, чтобы ориентироваться в размерном ряде. Ирина, а сколько, значит, в месяц довольных клиентов и сколько недовольных клиентов? Наш минимум – это 10 клиентов в месяц. Из них 10 и уходят довольными, потому что мы работаем до тех пор, пока клиент не уйдет полностью одетым под его запрос. А сколько рост проекта? Каждый месяц увеличиваете количество или вот так вот на 10? Прошлый месяц, позапрошлый? Пока у нас достаточно стабильно, не больше. Мы бы хотели, конечно, но это такая долина смерти, через которую мы бежим, стараемся не ползти, бежим. И мы поняли, что у нас просто очень длинный цикл возврата клиента. То есть клиент сначала купил, потом прошел сезон, второй сезон, он куда-то едет в отпуск или у него мероприятие, и тут он вспомнил о нас. Зато он всегда вспоминает о нас. Он уже больше никогда не хочет сам ходить по магазинам, выбирать, подбирать что-то. Он точно знает, что без нас он даже носки не хочет покупать. Они все время с нами на связи. Слушайте, а вот, например, если это мужчина, например, супруга, которая привыкла покупать ему всякие, может быть, или помогать, покупать какие-то вещи, или выбирать. Я тебе, милый, дорогой, помогу сейчас. И она не ревнует в этот момент, что появляется какой-то, значит, дэнди-бокс. Для этих целей мы выделяем специальности листа мужчину, который одевает его адекватно. Я думаю, что любая любящая женщина понимает, что успешный мужчина, он успешен должен быть во всех сферах. Когда он лучше выглядит, у него лучшая переговорная позиция, у него лучшая должность, он постепенно растет, к нему по-другому относится. Мы в первые 10 секунд составляем впечатление, одежды это очень много от этих 10 секунд. Так что умная женщина никогда не ревнует к другим женщинам, она понимает, что она лучшая. А также у нас есть кейсы, когда приходят мужчины уже разведенные, и они говорят, я-то понял, она одевала меня так, чтобы другие на меня не засматривались. Дорогие женщины, одевайте мужчин так, чтобы им самим нравилось, они точно от вас не идут, если они вас любят. Мы подвели итоги голосования. Как вы помните, я обещал сам озвучить книгу «Жажда», если мы наберем 50 тысяч лайков. Так вот мы их набрали, и я обязательно озвучу книгу «Жажда». А сейчас я иду озвучивать короткую версию книги «Жажда» – сам Мари. И выпуск этот появится на смарт-ридинге. Кстати, какие книги вы читаете, пишите мне в комментариях. Ну а пока я пошел записывать. О, клевка. Текст читает. Текст читает автор. Игорь Рыбаков. А мы пишем, что ли? Путь, который проделала компания «Технониколь», феноменален. А его результаты можно назвать экономическим чудом. Компанию основали в 1992 году студенты Московского физико-технического института. Сергей Колесников и я, Игорь Рыбаков. «Технониколь», имевшая на старте 200 тысяч долларов инвестиций, в 2016 году была оценена в 1 миллиард 800 миллионов долларов. За 24 года компания выросла в 9 тысяч раз. Потому что озвучка книги «Жажда» – это непростое дело. Тем более концентрированной версии. Это такой сам Мари. Супер-мега концентрат. Итак, мы пришли. Женин проект. Гедонизм Вайн. Заходим. Сразу чувствуется здесь, что здесь живут непростые ребята. И тут вот под землей находятся очень разные, разные штуки. Жень, честно говоря, ни разу не был в магазине со стольким количеством. Это все разные. Да, 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 ничего не повторяется. В общей сложности 10 тысяч почти наименований, 6800 вин и 3 с лишним тысячи крепкого алкоголя. Подожди, это шампанское здесь или что? Здесь специальные белые и шампанские. Специальные вин. Специальные, особенные белые и особенные шампанские. Я очень люблю здесь рассказывать две истории. Когда мы только открылись, пришел один очень уважаемый покупатель и сказал, ну что, бизнес красивый, конечно, денег мне он тебе не даст. Ну так чистая, да, для себя, но... Слушай, ну я у тебя на фарт куплю, на фарт куплю Романи Канти 2005-го, Монраши, если он у тебя есть, а его у тебя нет. Ну я бы купил на фарт. Оказалось, что он у меня есть. И, видимо, после этого произошел фарт. Вот. Это одна история. Другая история у нас, в Новый год была полка из Монраша, она была вот такая вот. То есть там было где-то 11 винтажей. Мы в 10 утра здесь были с Натальей Сингеевой из «Дождя». И она говорит, ну скажи честно, но ведь это же не так часто покупают. Ну, слушай, ну тут 6 тысяч, 7 тысяч, а на 11 миллионов и это. Ну скажи честно. Заходят, это 10 утра в день. То есть это реально абсолютно свой магазин. Заходит наш покупатель, который ждал, когда он откроется. Заходит, смотрит, говорит, легкий бок. Ну да, и вот по бизнесу, значит. Средний чек, проходимость, выручка, аренда. Да, то есть чтобы было понятно, как молодым бизнесменам делать в этом районе, в деревне. Средний чек, самый большой за всю историю винного ритейла, это в три раза больше, чем у следующего конкурента, который считается, всегда считался ультра-лакшери, средний чек 160, без НДС, да, фунтов. Почитайте по новому курсу. Средний чек, да. По новому путинскому курсу. Также, это средний осуществительный бутылки. Продаваемый. Продаваемый. 160. Да. Это условие, что есть 900 линий ниже 30 фунтов. Ага. На всех бутылках ниже 30 фунтов, на этих 900 линий, мы делаем 2,5% по выручке и 1,2% по прибыту. То есть это чисто подогрев атмосферы и правильное отношение просто к тем покупателям, для которых есть определенные бюджетные ограничения. Понятно. Выручку и качественные показатели мы не разглашаем, пока мы не дойдем до определенной психологической отметки, которую, я надеюсь, мы очень скоро достигнем. Понятно. А проходимость хотя бы? Сколько людей в день или в год? В день несколько сотен, они не обязательно физически есть. У нас, ну вот, под Новый год наш рекордный день был 522 отправки. Отправки. 522 отправки. Сколько бутылок в отправке в среднем? Мы уже все сами посчитаем сейчас. Три. Три бутылки. Ну вот все, мы уже посчитали всю экономику. Молодцы. Да. Хорошо, IPO, IPO или какой-то… Ни в коем случае, ни в коем случае. Кредит мы получили под развитие 2,19 фикс. 5 лет в год. Фикс 5 лет. Вот, поэтому IPO я видел в одном месте. Понятно. С этим совсем расстрытием, с независимыми директорами и оценкой рисков «Идите в жопу». Хорошо, если… Вот, это хорошо мне нравится «Идите в жопу». Давай так, я обычно в жажду посылаю. «Идите в жажду». Я это все проходил. Смотри, а если фонд придет какой-то такой частный, там, или семейный, family office, скажет, Женя, продай за… Вот прямо сейчас, вот, смотри, вот эту вот штуку, геронизм как магазин, не как магазин, а как… Что это? Арт, как арт, такой entrepreneurial art. Да? За тридцатку, да? Диаджо? Диаджо, Диаджо, четыре выручки при условии, что волатильность, риски, бла-бла-бла. Диаджо стоит четыре выручки, четыре выручки. Откуда мы будем считать, если такой ебанутый человек уже существует. Вот мои биткоины. Так, посмотрите. И только один… Посмотрите, ценники на этих биткоинах. Я не помню, это что, столько денег стоит? Да. Подожди, как это может быть? Двадцать четыре. А, ну, два, двадцать четыре. А, вот, семьдесят, пятьдесят, восемь, девяносто, сто двадцать. Вот, например, вот то, что under offer, это уже, наверное, шестой-седьмой раз, когда мы продаем целиком вот всю полку. Ты же, конечно. Коллекция, да? Да, да, да. Ну, это совершенно… Это то, что невозможно найти то, за что в мире гонится. А мы это каждый раз знаем, что будет невозможно найти через какое-то время покупаемое. То есть мы не боимся вкладывать. То есть это такая, получается, инвестиция, да? Мне говорит человек, вот смотри, вот молодой человек Толя сделали приложение и продали его условному Цукербергу. Они получили икс-количество денег. Вот, посидели люди там, три года посидели за компьютерами, потом три года пооббивали пороги инвестфондов, потом сделали приложение, Цукерберг говорит, вот это бизнес. А чем ты занимаешься, это дрочка до седых мудей. А… Даже слова придумали специально. Нет, это я образно сказал, чтобы было понятно. Вот. И в итоге эти два молодых человека, когда получили их количество денег, они начали что? Правильно. Начались кораблики, самолётики, яхточки, красивый отдых. И вот уже и заказ сюда приходит. Это то, куда все эти деньги всё равно придут. Мир стремительно богатеет, поэтому… 15 лет назад… 15 лет назад богатеет. Кроме расслоения он ещё стремительно богатеет. С одной стороны? Нет, со всех сторон мир стремительно богатеет. Я это утвержден. Это факты, это цифры. Я начал работать… Я начал работать с Китаем 50 долларов, там была зарплата сейчас 600, 700, 800. 15 лет Бернара Арно заработал первый миллиард. Сейчас он четвёртый, 37,000. Он занимается только лакшерием. Это первое… Это исторический просто тектонический сдвиг, который… Человек, который занимается только лакшерием, подвинул… …потомков Сэма Полта. Это… Это феноменально. Это феноменально, это удивительно историческое время. Ну что, ребята, зажжём. Давайте. Йоу. Поехали. 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 Ну что, эмоции? Сейчас поедем по обочине. Давай. Ухали. Ну что, пухлячок, давай вниз прям. Клавной. Лыжи не пошли, честно попробовали, старались, вкатывались, не пошли. Пересели на доску, будем гонять на доске. Ленчик, привет. Ну что, это было хорошо, особенно последний спуск. За коряга затупился, такой был пувырок, у него говорит «Пап, ты жив?» Я говорю «Да».